Надпочечниками называют железы, которые находятся в непосредственной близости к почкам. Общий вес надпочечников составляет 7-10 грамм, а размер каждого из них примерно равен грецкому ореху. При сравнительно скромных размерах эти железы выполняют важную функцию. Они отвечают за выработку жизненно необходимых гормонов, в числе которых адреналин, альдостерон, кортизол и даже половые гормоны. Факторами, вызывающими хронический стресс, могут стать условия жизни. Знакомые большинству людей – недоедание, резкое изменение настроения, гормональные сбои, хроническая усталость. Согласно исследованиям, результатом хронического стресса часто становится чрезмерная нагрузка на надпочечники, ведь одной из функций этих желез является помощь в борьбе со стрессом и поддержка здорового уровня гормонов. В стрессовых ситуациях организм вырабатывает гормон кортизол, поддерживающий работоспособность тела в неблагоприятных условиях. За выработку этого гормона отвечают надпочечники, однако его уровень должен повышаться только на короткое время. Если же этот период затягивается, повышенный уровень кортизола может негативно повлиять на иммунитет, пищеварение и другие жизненные процессы организма. Параллельно может произойти сбой в выработке других гормонов – прогестерона, эстрогена, тестостерона или гормонов щитовидной железы. Человек начинает страдать от гипертонии, сахарного диабета, избыточного веса или различных воспалительных процессов. Влияют данные факторы на активность сексуальной жизни, настроение и состояние тела в целом. При долгом периоде стресса надпочечники перестают вырабатывать кортизол в требуемом количестве, заменяя его адреналином, из-за которого может отмечаться раздражительность, тревожность или слабость. Результатом этих процессов становится адреналиновая усталость, провоцирующая снижение кровяного давления, истощение и развитие аллергических реакций. Бороться с этими проблемами можно при помощи лечения надпочечников, комплекс лечения включает снижение уровня стресса, обучение правильной реакции на раздражители и улучшение рациона. Существуют определенные рекомендации, при помощи которых можно улучшить состояние и работу надпочечников, наполнить тело энергией и устранить проблемы со сном. Но перед тем, как ознакомиться с ними подробно, подпишитесь на канал Progress Way и поставьте колокольчик, так вы не пропустите полезные видео, которые выходят на нашем канале каждый день. Надпочечники и время приема пищи Долгое воздержание от пищи приводит к снижению уровня сахара в крови, что является одним из факторов стресса для организма. В ответ на это состояние надпочечники вынуждены активно вырабатывать кортизол. Даже во время сна тело человека продолжает расходовать энергию и нуждается в пополнении ее резервов. Кортизол необходим для поддержки нормального уровня сахара, и во избежание его излишней выработки стоит позаботиться о том, чтобы организм вовремя получал питательные вещества. В целом уровень кортизола зависит от внешних условиях, он может колебаться в течение дня в соответствии с состоянием организма. Однако он также соответствует циркадному ритму и постепенно повышается с 18.00, достигая пикового состояния к 20.00, после чего в ночное время плавно снижается и сходит к минимальному значению, когда человек спит. В согласии с этим, для поддержания здорового уровня кортизола следует употреблять основную долю питательных веществ днем. Снизить норму еды и ее калорийность в вечернее время. Следить за уровнем физической активности, поскольку спорт и физкультура также влияют на активность выработки кортизола. Выбрать для спорта и фитнеса первую половину дня, когда уровень кортизола достаточно высок. Причины плохого аппетита по утрам. Считая завтрак главным приемом пищи, люди поддерживают верную точку зрения. Принимая сбалансированный и насыщенный белками завтрак в первый час после подъема, человек стимулирует обмен веществ и поддерживает уровень кортизола в норме. Решая последовать этой рекомендацией, многие сталкиваются с проблемой. По утрам большинство не испытывают желания есть, даже зная, насколько завтраки полезны. Причины плохого аппетита утром. В утреннее время в крови повышается содержание кортикотропин-релизинг гормона , часто притупляющего чувство голода. У человека, испытывающего адреналиновую усталость, часто снижается продуктивность печени, что также влияет на аппетит в начале дня. Правильный режим питания для поддержания здорового уровня кортизола в течение суток. Ночью уровень сахара в крови понижается, и к утру лучше восполнить его, назначив первый прием пищи приблизительно к 8.00 или в ближайший час после пробуждения. В 9.00 стоит перекусить здоровой пищей. Еще один перекус должен быть в промежутке между 11.00 и обедом. Небольшой прием пищи необходим в период с 14.00 до 15.00, поскольку до 16.00 уровень кортизола заметно снижается. Примерно в это время многие ощущают вялость и предпочитают бороться с ней с помощью кофеина или углеводной пищи. Подобные меры негативно влияют на уровень гормонов. В период с 17.00 до 18.00 следует принять легкий ужин. Даже если в первые дни такой режим покажется непривычным и сложным, организм быстро привыкнет к новому порядку и оценит здоровый график питания. За час до отхода ко сну допускается еще один перекус, однако в употребляемых продуктах не должны содержаться насыщенные углеводы. Вместо них лучше сосредоточиться на растительной пище или сыре. Продукты питания полезны для надпочечников. При снижении сахара в крови человек ощущает потребность в сладкой пище, однако конфеты, выпечка и различные напитки дают лишь краткосрочный эффект. Употребляя сладкое, человек резко повысит уровень сахара и в ответ организм выработает большой объем инсулина для его переработки. В результате сахар вновь снижается и тело при этом получает дополнительную нагрузку. Выбросы инсулина также могут быть стрессом. Испытывая недостаток питательных веществ и энергии, человек теряет объективность, замедляются и затрудняются мыслительные процессы. Важно знать, сколько углеводов и кофеина получает наш организм. Это поможет понять, каким образом эти вещества влияют на гормональный баланс, который напрямую связан с режимом сна. Продукты для здоровых надпочечников Органическая растительная пища по сезону. Свежие натуральные фрукты, овощи и ягоды, купленные в актуальное для них время. Например, клубника полезнее, если она поспела в естественных условиях летом, а не поставляется зимой в магазины. Белковые продукты с низким содержанием жира. Они снижают потребность организма в сладостях и кофеине. Здоровые нежирные перекусы, желательно растительные и легкие. Следует отказаться от продуктов с высоким содержанием консервантов, вкусовых и синтетических добавок. Из напитков следует избегать энергетиков, спиртного и кофе. Соль и работа надпочечников Многим это покажется невероятным, но желание употреблять больше соленой пищи в момент стресса следует удовлетворять. Недостаточность надпочечников часто влияет на уровень гормона альдостерона. Он относится к стероидной группе, и его недостаток часто вызывает тягу к соль. Задача альдостерона – поддержание оптимального баланса минералов и контроль кровяного давления. Кортизол и альдостерон взаимосвязаны. Если уровень одного становится выше, содержание другого неуклонно снижается. Следовательно, уровень альдостерона также зависит от стресса. Если надпочечники вынуждены поддерживать высокий уровень кортизола, соответственно, снижается содержание альдостерона. В результате нарушается водно-солевой баланс, восстановить который можно при помощи натрия. Недостаточность надпочечников может проявляться и в иной форме. Если у человека кружится голова в утреннее время или после принятия горячей ванны, это может указывать на пониженное кровяное давление, развивающееся из-за дисфункции надпочечников. Соблюдение диеты При нарушениях работы надпочечников разумно изменить пищевые привычки в согласии с указанными выше рекомендациями. Однако некоторые болезни требуют особого подхода. Гиперплазия Лечение этого заболевания подразумевает соблюдение диеты, при которой следует принимать балансированную и калорийную пищу, содержащую определенный объем соли. Особенно важно содержание соли для людей, страдающих соль, теряющей формой гиперплазии. Также организм должен получать достаточное количество воды – 30 мл на 1 кг веса. Важно следить и за уровнем калия. Во избежание превышения концентрации калия рекомендуется отказаться от следующих продуктов. Арахисы, фисташки, печеный картофель, бобовые культуры, курага, какао. Гиперплазия может иметь и гипертензивную форму, при которой необходимо ограничить употребление соли. В готовую пищу не добавляют соль и вместо этого солят блюда отдельно, следя за тем, чтобы ежедневно употреблялось не более 3-5 грамм. При этой форме полностью исключаются консервированные продукты – соленые сухари или чипсы, сыр и брынза с высоким содержанием соли, а также колбасные изделия. Аденома или опухоль Чаще всего встречаются новообразования желистого эпителия надпочечников, кортикостерома или альдостерома. Чрезмерно активная выработка кортизола ведет к избыточному весу, диабету, повреждению костей, язвенным поражением пищеварительных органов. Поэтому главная цель диеты – предотвращение подобных заболеваний. Общие рекомендации. Необходимо исключить из рациона сахар и муку, предельно снизить уровень следующих продуктов. Жирное мясо и сало. Смолец и животный жир. Майонез и сливочное масло. Острые соусы и жареное. Белый хлеб и макаронные изделия. Картофель. Копченые, соленые и консервированные продукты. Ветчина. Сладкие соки и финики. Рекомендуется употреблять нежирные молочные продукты, а также творог и йогурт домашнего приготовления, без пищевых добавок и сахара. Высококалорийные продукты, такие как шоколад с фруктозой, сухофрукты, орешки и семечки разрешается употреблять не более 30 граммов в сутки. Если позволяет пищеварительная система, овощи лучше употреблять свежими, они составляют основу рациона. Если наблюдаются нарушения в работе органов пищеварения, овощи следует отваривать или запекать. Главными источниками белка являются рыба и куриная, либо индюшиная грудка. Их следует использовать для приготовления котлет на пару, тефтелей. Можно также употреблять в отварном или запеченном виде. Следует снизить содержание жира в пище. Нормой считается объем по 2 столовые ложки при добавлении в салаты. В качестве альтернативы используются сливки или сметана. Их можно добавлять в готовую пищу по 1 столовой ложке. Из круп можно готовить супы и каши. В качестве гарнира эти продукты можно употреблять единожды в сутки. Рекомендуется дробный порядок питания. Объем одной порции должен составлять не более 1 стакана. При гипертонии следует снизить объем соли в блюдах, заменяя ее соком лимона или зеленью. Другие полезные вещества для надпочечников Полноценное восстановление надпочечников и эндокринной системы подразумевает прием целого ряда микроэлементов, витаминов и минералов. Основные вещества, необходимые для здоровья. Витамины С, Е и В, необходимые для контроля гормонов стресса, особого внимания заслуживают витамин В6 и пантотеновая кислота. Магний необходим для энергии, за счет которой надпочечники возобновляют работу. Кальций, марганец, цинк, селен и йод действуют как успокаивающие вещества. Для борьбы с адреналиновой усталостью бывают полезны травяные сборы, адаптогены, помогающие организму приобрести устойчивость к стрессу. Стоит признать, что изменения в рационе способны помочь, однако для полноценного лечения необходимо обратиться к специалисту. Истощение и утомление могут указывать не только на адреналиновую усталость, но и на множество других болезней. Поэтому не стоит ограничиваться лечением одних надпочечников, важно заботиться об организме в целом. На этом ролик подошел к концу. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно оставьте комментарий, что вы думаете о такой диете и продуктах для надпочечников. До новых встреч на канале, дорогие друзья!